Добрый вечер! В эфире Универ Ньюз. С вами Михеева Валерия. Сегодня в выпуске. КФУ награжден Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан. В КФУ прошло открытие форума по цифровой трансформации. Посол Финляндии посетил Казанский университет. Казанский федеральный университет награжден Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан. Награждение состоялось в ходе расширенного заседания ученого совета под председателем президента Татарстана Рустама Мениханова. Подробности смотрите далее. На протяжении всего ноября в Казанском университете проходили торжественные мероприятия, посвященные 215-летию. Кульминацией стало расширенное заседание ученого совета, которое прошло под председателем президента Республики Татарстан Рустама Мениханова. Нельзя представить историю Казани и нашей республики без его главного научно-образовательного комплекса. В этих стенах ни на день не останавливался учебный процесс и работы научных школ. Хочу поблагодарить всех преподавателей, сотрудников, студентов Федерального университета за добросовестный труд и успехи в учебе. В торжественной обстановке Казанский федеральный университет был награжден орденом за заслуги перед Республикой Татарстан. Ректор КФУ Ильшат Гафуров получил звание заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Также медалью за доблестный труд был награжден Юрий Алаев, шеф-редактор авторских телепрограмм редакции телевизионных и радиопрограмм Медиа-центра КФУ. Почетное звание заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан получил Эдуард Волчков, доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ. Также почетное звание заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан получила Юлия Виноградова, директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. Почетным званием заслуженный врач Республики Татарстан была удостоена Эмма Мухамедшина, руководитель терапевтического направления МЧС КФУ. Благодарность президента Республики Татарстан получил заведующий кафедрой алгебры и математической логики Института математики и механики имени Лобачевского Марат Арсланов и консультант президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений профессор КФУ Ренат Муслимов. Большое спасибо хочется сказать нашему президенту за те награды, которые мы сегодня получили. Отдельные слова благодарности Руслану Роголевичу за то, что вы отметили весь коллектив Казанского федерального университета высшей наградой нашей республики, орденом за заслуги. Для нас это особенно важно, поскольку университет за все годы своего существования всегда был тесно связан с жизнью родного края и родной страны. Университет выстроил взаимовыгодное партнерство с коллегами из многих научных центров университетов как в России, так и за рубежом. Это подтверждают прибывшие на праздник многочисленные гости. Университет занимает заслуженное положение среди других звезд отечественной науки, и значение этого события для России трудно переоценить. Это день рождения второго, после Московского старственного университета, старейшего университета России. О событиях, произошедших на продолжении заседания ученого совета, смотрите в следующем выпуске Универньюз. Валерия Муратова, Ленарда Влесьяров, Универньюз. В актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие форума по цифровой трансформации «The Digital Transformation Forum». Более подробно смотрите далее. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие форума по цифровой трансформации. «The Digital Transformation Forum» проводится в Казанском университете совместно с Министерством образования и науки Татарсана и британским журналом Times Higher Education. Нам очень приятно, что второй раз такой площадкой выбрана Казань, столица республики, в которой цифровизация шагает довольно быстрыми темпами и это диктует необходимость быстрого прирастания нашего валового регионального продукта. Казанский федеральный университет выбран местом проведения форума не случайно. Это один из лидеров высшего образования, как в Поволжском регионе, так и в России в целом. Действительно, за последние годы Казанский университет продемонстрировал заметный рост как в глобальных рейтингах, так и в рейтингах по отдельным предметным областям. Наиболее значительных успехов КФУ удалось достичь в предметном рейтинге Times по направлению образования. Университет впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира и занял 94 место, сохранив среди российских вузов лидирующую позицию. Благодаря участию в федеральных проектах и программах мы активно расширяем свои научно-исследовательскую инфраструктуру. На ее модернизацию в рамках упомянутых приоритетов за последние пять лет было вложено из различных источников более 30 миллиардов рублей. В настоящее время за этот период создано более 200 лабораторий и 12 центров превосходства ключевым направлением исследований. Всем перечисленное положительным образом сказалось на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене, объективное выражение, чего стало значительнее, прогресс мировых институциональных и предметных рейтингов. Форум представил гостям уникальную возможность принять участие в дискуссиях и встречах с лидерами и авторитетными лицами из разных сфер, а также стал платформой для неформального общения и расширения профессиональных связей. Лилета Липуа, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Расширен перечень программ двойных дипломов между КФУ и Национальным университетом Узбекистана. Соответствующий договор был подписан 27 ноября ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и ректором Национального университета Узбекистана Абазжоном Марахимовым. Вернемся к другим новостям. В главном здании КФУ прошел правовой диктант. Подробности смотрите в сюжете Эльвиры Зориной. Юридический факультет КФУ в рамках благотворительной акции «215 лет добрых дел», приуроченный к 215-летию Казанского университета, провел правовой диктант. Диктант проходит в пятый раз на юридическом факультете. Это была инициатива студенческого совета Юрфака. Он приурочен к 215-летию Казанского университета. И не случайно текст, который читал Ульдус Саидович Нафиков, это то, что связано с историей Казанского университета, с его знаменитыми, выдающимися именами, ученых, тех, кто делал славу Казанскому университету. Проект «Правовой диктант» направлен на повышение правовой грамотности и носит благотворительный характер. Студенческий совет юридического факультета запустил в честь юбилея акцию «215 добрых дел» в Казанском университете. И сегодняшний день он был связан со сбором литературы, художественной литературы, научной литературы для детей и школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Участники диктанта написали текст про Казанский федеральный университет под диктовку прокурора Республики Татарстан, а также выпускника юридического факультета Казанского федерального университета Илдуса Нафикова. В диктанте юридического факультета приняли участие не только студенты, но и магистры-аспиранты и выпускники Казанского федерального университета. Работу участников правового диктанта будет проверять доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Алексей Бастриков. Ильвия Разорина, Фарид Захитаглы, Универньюс. Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Мик Хаутова посетил Казанский федеральный университет. Об этом в сюжете нашего корреспондента. Финский дипломат прочитал лекцию для студентов и преподавателей Института международных отношений КФУ. Он рассказал о своей работе на посту в России и опыте Финляндии в строительстве самой счастливой страны в мире. У нас такая традиция, что мы, как зима, каждый ноябрь мы приезжаем именно в Казах. У нас всегда большая бизнес-делегация. У нас более 30 представителей разных компаний. И у нас это, так называется, деловая дипломатия, бизнес-дипломатия. Мы пытаемся активизировать экономические отношения между Финляндией и Республикой Донастар. И я думаю, что целом это очень успешно и делается. Мико Хаутел окончил Хельсинский университет, получив степени магистра общественно-политических наук и магистра философии. Поступил на службу в Министерство иностранных дел Финляндии, где работал в дипломатических представительствах Финляндии в Киеве, Евросоюзе и Москве. Был советником президента Финляндии по внешней политике. Назначен чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России с 1 сентября 2016 года. Я Михеева Валерия и служба новостей телеканала Универ ТВ с вами прощаемся. Следите за нами в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok